Ну что же, привет всем, с вами Ара Турный, и мы продолжаем смотреть модификацию Civil Kingdom Store 1295 AD. Да, в прошлом ролике у меня получилась проблемка небольшая, когда я играл, значит, со фракцией Граната. У меня вылетела очень важная система, а не игра, а именно система, из-за которой у меня вообще свернулись все браузеры, программы и прочее. В общем, такое бывает, я поправил все дичь, и теперь у меня идет все очень хорошо, и все работает вполне адекватно. Я извиняюсь за то происшествие, но, в принципе, не так уж важно, основное качество и контент я уже показал в прошлом ролике. В смысле, качество контента именно в модификации, а не самого ролика, тут я уже ничего говорить не могу, потому что все-таки вылет был, а это уже плохо говорится. Ну ладно, ну а мы теперь сегодня посмотрим очень интересную фракцию, не забывайте голосовать в подсказках, очень важно было бы мне знать ваше мнение на самом деле, и пишите комментарии, ведь это тоже очень важно для меня. Но вы ставите лайки, это уже решать вам, никого не будут способствовать к этому делу, это уже ваше личное мнение. Ну а теперь мы приступаем. Королевство Польши, я копать как хочу поиграть за эту фракцию, посмотрите ее, первая моя запаса будет сейчас в данной фракции. Король просто шикарен, серьезно, лидер стопера. Лидер Драговит, религия христианства, особенности фракции, верность плюс один, урон в ближнем бою, плюс три процент для мечников, все войска и численность сухопутных войск, плюс один, все провинции, базовая сложность средняя, описания, увы, нету. Да, не для всех есть описания, но все же, ничего страшного, такого не произошло, все-таки до анонса еще уйма времени, так что к анонсу все будет, ребят, я в этом почти уверен. Ну что же, начинаем кампанию. Ну что же, запустились на карту кампании и что же мы можем сейчас с вами увидеть? Эм, тут с нами по близости, в общем, Тевтонский Орден, что вполне себе забавно. Градство Богемии и Тевтонский Орден. Ват, Марван. Что произошло? Почему рядом с нами Тевтонский Орден? Я понимаю, вот, Священная Римская Империя, хотя бы чего я удивляюсь, все же как бы нормально. Это у нас небольшая карта кампании, к сожалению, но она уже разрабатывается, так что, ребят, ждем. Очень довольно-таки красиво проработан именно, так скажем, крепость, город на карте кампании Подсдам. Здесь у нас также имеется Липецк и Браденбург. Ладно, я ничего говорить не буду, что есть, то есть. Но все же довольно забавно. Так, сойдем, значит, во фладку фракция. Драговид. Наш сия. Король. Не имеющий ни детей, ни жену. Нифига не имеющий. Жаль, жаль. Найдем тебе жену. Потеряем немного очков влияния, но он того стоит. Зато власть полная. Медовый зал здесь имеется длинный чертог. Соливарня. Убавлю немного звук на фоне. В Липецке же у нас имеется большое количество карьеров и железные жилы. Но зато полная и цельная провинция, которая принадлежит полностью, опять же, нам. Давайте одного из кандидатов посадим, пожалуй, в Вильце. Бараслав. Довольно эпичный рыцарь, так скажем, лорд. Займи-ка себе данную провинцию. Будьте в ней кайбернатором. Рядом с нами находится графство Богемия. Мы ни с кем, так понимаю, не воюем. С Тевтонским орденом у нас отношения нейтральные. С Гребством Богемия также Священная Римская империя нейтральная. И Королевство Тюринги нейтральное. Вот с кем-с кем, а вот с вами Тевтонский орден, я бы хотел заключить договор о нападении. Они этот договор хотят. Запросим небольшую выплату. Опять же. Также торговлю заключим с вами, ребят. Ну и в принципе я на этом доволен. И графство Богемия. Вы меня не очень сильно интересует... Интересуете. Больше интересует меня все-таки Священная Римская империя. Ибо с ними я хочу дружить пока. А вот на кого нападать, так я думаю, это как раз таки вы, хлопцы. Герцог Богемия. Раз уж на то дело пошло, воевать мне с вами. Чертоги, знаете, да, у нас здесь имеются. Давайте-ка отстроим. Четыре тысячи голды уйдет. Хотя, что-то, как-то, думаю, не стоит. Возьмем здесь войска. Драговит наш король. Собираем армию нашему королю. И можем увидеть довольно большое количество юнитов здесь у Польши. Но вот таковых... Что? Вы тоже это видите. Как можем заметить, не все иконки для кавалерии Польши заменены. Но, блин, на старте у нас имеется довольно большое количество разнообразия кавалерий. Но от пехоты ближнего боя, конечно, маловато. Не вижу я каких-то суровых мичников, закованных в латы. Но есть зато у нас здесь топорчики. Неплохо копированные кольчугой. В принципе, я думаю, они могут себя показать в бою. Так, ну и получается... Получается... Что у нас здесь есть? Также довольно большое количество кавалерий. Опять же, я повторяюсь. Ударная конница. Думаю, набрать ее стоит. Вот что это за парни, я вообще не понимаю. Полиш кинг. То бишь, в смысле, польческие короли. Типа Duke of Ciela. А вернее, Селесия. Извиняюсь. Польческие рыцари. Это у нас получается... Промерианг Найтс. Без понятия кто. Ладно, такой набор небольшой введем. Пока что также имеется катапульта на старте сразу же в наборе. И все же у нас 4000 голды хватает. Давайте отстроим чертог знати. Думаю, большее количество кавалерий мы... И пехоты. Кавалерий так хватает. И пехоты мы с вами увидим здесь. Технологии те же самые. Армия, гражданская власть. Ну вот, кстати, 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 кстати. Сейчас извиняюсь. Что у нас по сводке? Язычество, христианство. Хорошо. Язычество 100%. Это довольно странно. Это вот тоже как бы нужно было заменить. Здесь вместо язычества взять как раз таки... ...христианство. Почему это не сделано, я не знаю. Но это немного странно. Так, эту пехоту мы все видели как бы, да? Экзамен. Ладно, давайте сделаем наш ход. Губернатор я назначил. Эдикт не назначил. Берем, пожалуй, здесь переселение. И, в принципе, пока что на этом все. Нажмем наш ход. Так, отлично. Ход наш, значит, сделан. И теперь мы посмотрим, что же мы можем сделать далее. Продолжаем собирать пехоту. Также не забываем про лучников. В чем прикол? У всех разный урон снарядами. Но остаются они одинаково. И содержание у всех тоже одинаковое. Но вот, допустим, у этих ребят урон снарядами чуть ниже, чем у этих. Но зато все остальное ровно такое же. Странно, да, странновато. Но зато арбалетчики хотя бы разные. Не знаю, может быть, это чисто для внешней кое-то составляющие. Возможно. Но, опять же, ничего говорить про это не буду. Возьмем, пожалуй, еще вот этих ребят. Они должны себя хорошо показать в бою. Что они из себя представляют, тоже не знаю. Ни разу не смотрел их в бою. Опять же, повторяюсь. Так, ну и продолжаем делать ходы. Предлагаю пропустить быстренько три хода. Чтобы, значит, все отстроились. И я, чтобы вам нормальненько все показал. За то время я еще успею себе армию собрать небольшую. Ну, а дальше что будет, то будет. Кстати, вот Священная Римская империя. Я все-таки торговлю хочу с вами заключить. Но они по-прежнему отвергают. Тогда давайте дам даже выплату, что ли. Деньги у меня есть. Но все же они отвергают. Они воюют сейчас с Герцовым Савой. У них военный союз Королевства Франции и Папская область. Вот, кстати, Тюринги что у нас делают. Богемия. У них три поселения, так же, как у нас. У Дефтонского ордена два поселения. Но вот самый прикол, вот они воюют то, что с гранатой есть гену. Это вообще как-то, по-моему, жестко. Странно, очень, очень странно. Ладно, чего уж там. Жмем ход. Поехали. Ну что же, отстроили мы, значит, как раз-таки. Прошло пару ходов. Чертоги знати второго уровня. И теперь мы можем посмотреть на новых юнитов, которые появляются у нас в казармах, так скажем. Это, так скажем, наши новые алибарщики. Новый тип пехоты мечников. Также появился еще один новый тип мечников. Лучники новые не появились. Зато появились новые отряды арбалетчиков, как можем увидеть. Плюс, так же появилось более большое количество кавалерии. Это, конечно, здорово. Но содержание у них, конечно, баснословное. Также здесь какого-то черта имеются кавалерии Священно-Римской империи. Тут непонятно. Я надеялся, что это все дело убрали, но я смотрю, нет. Это как-то прискорбно. Думал, что мы тут не увидим больше там кавалерии испанской или англичанской. Но все же... Английской вернее. Но кавалерия Священно-Римской империи здесь что-то делает. Это, да, странно. Хотите прикол? Денег как бы больше и нету. И тут стоит вопрос, что делать дальше? Как жить вообще без денег? Я вот думаю, что бы делать? Давайте-ка сходим в войну, что ли? Это как-то, наверное, жестко прозвучит. Но пофиг. Пойдем-ка сразимся-ка мы с тевтонцами. Дуду я. Почему бы и нет? Потом еще возьмем, пожалуй, отряд пехоты, что ли. Чтоб был. Чтоб был, самое главное. Кавалерии, я думаю, мне хватит сейчас для первого нашего похода. Алибарды я брать не буду. Мечников возьмем. Куда-нибудь сюда на границе встанем. У нас сейчас восстание здесь будет. Но у меня все равно. Все-таки мы делаем небольшой обзор о непрохождении. Опять же, повторяюсь, для тех, кто не в курсе. Для тех, кто не смотрел предыдущие ролики. Сейчас в минусы иду. Ну, ладно. Жизнь, как говорится, какая есть, такая есть. Давайте ответ лучников распущу. Так уж и быть. Ну и, в принципе, меня тут должно хватить. Жесть, конечно. И посмотрим, кстати, на стратегический обзор. Как выглядит наша фракция. И что примерно находится вокруг нее. То бишь Старград и Хафельберг. Который принадлежит кефтонскому ордену. Магдебург, королевство Тюрингия. Здесь у нас священа Римская империя. Ну, а здесь у нас находится графство Богемии. Дрезден. Ладно. Липецк, лол. Короче, идем войной на Старград. А вернее, на Тюрингтонский орден. Посмотрим на саму боевку и начнется. Будем уже что-то думать. Жмем ход. Уброслава из навок. Хорошо. Бери себе волка и ворона. Потом возьмем, конечно же, оленя. Куда же без него. Купец. Ладно. Все, в принципе, не устраивает. Жмем ход. И, кстати, что бы мне еще хотелось заметить, это то, что... У нас просто огромнейшие гарнизоны в поселениях. Ну, серьезно. Ну, это жесть. Это жесть. Ладно. Такс. Вот что мне хотелось построить здесь. Так это священную землю. У нас очень мало агентов, нужных мне. Поэтому устраиваем. Мне жрецы нужны. Здесь очень большие проблемы с религией. Можете заметить. Крестьянство растет 2% за раз. А язычество падает. Ну, и, в принципе, отчасти это тоже хорошо. Ладно. Давайте не будем тормозить и ленимся в наш первый бой. Надеюсь, тевтонцы там не собрали более большой гарнизон. Да, вроде как нет. Ну, что же. Первая наша битва. Польша против тевтонцев. Старград будет захвачен. Объявляем войну тевтонскому ордену. Вай. Ну да, гарнизон там довольно суровый. Сержанты. Тевтонские сержанты. Арбалетчики. И, конечно же, тевтонские рыцари. Жесть. Ну, это будет эпичный бой. По факту просто. Ну, как говорится, в бой и с песней. Поехали, друзья мои. Поехали. Ну что же, развернули мы битву. И, знаете, тут что-то как-то странно все выглядит. Это что такое вообще? Ребят. Ну, серьезно. Это поселение тевтонского ордена. Ну, ну что за культура? Культура построек вообще не соответствует. Серьезно. Знаете, это как бы больше смахивать на Испанию или на Италию. Италию, ну, ну, это явно. Ну, просто не тевтонские поселения. Вы понимаете же. Это не германские. Культура другая. Тут немного странно, как по мне. Ну, может быть, вы это работаете. Это забавно отчасти. Но если все-таки брать, ну, играть по-серьезному, да, оценивать все это серьезно. Ну, это же все-таки тевтонцы. Как минимум, здесь должны были быть хотя бы литовские поселения. Постройки. Да, я понимаю, что это все выглядит очень круто на самом деле. Но это больше подойдет, наверное, испанцам тем же самым. Или же итальянцам. Сицилийцам. Но не тевтонцам. Это вот как-то чисто мое мнение, что ли. Ребят, не хочу никого обидеть, но... Мне все нравится. Но если подходить как раз-таки с серьезной точки зрения, то, блин, как-то, ну, не то. Не то, что хотелось бы видеть здесь. Не те постройки. Ну, именно вот здесь. Я не придираюсь. Просто говорю о том, что, типа, здесь должны были быть другие постройки. Да, я знаю, что это не финалка, ребят. 20 марта. Ты знаешь, сколько дней еще? Это, блин, ну, по мне, так это целых 18 дней. 18 дней доноса. За эти 18 дней можно сделать многое, поверьте. Я думаю, они это и сделают. Переправят, это все нужно исправить просто по факту. Я уже вместе с вами, получается, сколько мы обзоров сделали за большое количество фракций. Ну, пока что три. За эти три фракции мы нашли парочку багов. Некоторые несвязанные вещи. И появились вопросы. Ну, блин, я не придираюсь. Я просто говорю, все-таки это тест. Это, то бишь, бетка, понимаете, да? Когда игра выйдет, тогда уже и будет смысл говорить о багах. Ну, не игра выйдет, а мод выйдет. Тогда уже будет смысл говорить о багах, об их исправлениях. Сейчас мы должны пока что довольствоваться тем, что есть. Но все же я высказал свою точку зрения. Опять же говорю, никому не хочу сделать. Ну, как бы, библи или что-то еще. Мне нравится все, безумно нравится. Просто если, опять же, с серьезной точки зрения подходить, что-то здесь может не устраивать. Ну, вот, ребят, просто... Как вы умудрились поставить здание? Вы в торопях делали, что? У вас... Вот такие вот здания должны были находиться в поселении в этом. Вот, серьезно. Вот такие вот. Вот такая культура должна была быть. А не, блин, вот это вот. Ну, вот это странно. Как, 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 как просто, просто, блин. Я не бомблю. Я нормальный ко всему, там, шесть. Это просто забавно. Ладно, в общем, начинаем битву. Давайте сразимся с тевтонцами. Мы этого ждали. По крайней мере, я. Что будет, то будет. Дарная кавалерия пока пускай стоит на своих местах. Я не взял анагры, это ошибка. Нужно было бы анагры взять на самом деле. Я их тоже видел. Тевтонская пехота. Красота, да? Вообще красота прям. Это, безусловно, топ. Ну, юниты шикарные. Как рыцари сами. Вот мне сказки сказать, мне перроны писать. Топ есть топ. В общем, они пока что закрепились все у главного выхода, так скажем. Ой, ударная конница сейчас не в тему будет. Лучники дали залп. Так, придется, да, ваш мою кавалерию тоже вытаскивать сейчас. Потому что вот это не дело. Так, лучники ведут залпы. Хорошо. Фрагов не особо много видно. Но, вроде как, они пытались свою ударную конницу выдавить, но... И снова убили ее. Отчасти хорошо, да. Ударная кавалерия, проживайтесь. Ну, это топово. Юниты выглядят очень красиво. Сейчас пойдет в рыв нашей рыцарей. Смотрите-ка. Ух ты ж. Тевтонцы против Польши. Жесть какая. Здесь тоже, по всей видимости, бой начался, да? Еще нет. Ну что ж, пошел в рыв. Они пока куда-то отступают. Понять не могу, увы, пока что. Зачем, для чего. Ну, наша пехота догоняет их. И, собственно говоря, догоняет. Здесь мы тоже встречаем сопротивление из-за тевтонских рыцарей. Ну, это дело такое. Воименно, но все-таки... Сдерживают они нас плотно. Плотно. Вражеская пехота с алибардами. Шесть. И вот таких вот ребят стоит опасаться, серьезно. Они не хуже алибард. Могут расправиться с рыцарями нашими. Наши лучники продолжают поливать противника. Наша пехота Батиха и Грусти также прорывается. Что у нас на левом фланге? Крестовка? Ой, крестовка. Тевтонский кисоносцы нас очень плотно держат. Пехоту мы почти все вырезали. Да ее тут особо и не видно. Но они есть. Алибард... Ой, эти. Эти рыцари, блин. Жесть, конечно. Плотно держат нас, стоят. Парни с бердышами тоже знают толпы сражений. Вражеские арбалетчики, кстати, стоят тоже здесь. Пока могут. Летят залпы арбалетов. Кто бежит? Кавалерия бежит? Да ладно. Что-то кто-то неудивлен. Но вот вы же должны справиться с рыцарями. Вы одни из самых жестких рыцарей Польши. Вы должны затащить рыцарей Тептонского уровня. И здесь, кстати, наши хлопцы тоже начинают падать. Но, по крайней мере, вот эти вот ребята в связке с этими спокойно расправились с Тептонской кавалерией. Блин, нужно этими вещниками вообще изначально тактику другую предпринимать. Только из-за того, что у врага были ударные силы в плане крестоносцев. Крестоносцев. Тептонских рыцарей. Вот из-за этого нам не удавалось, как поступить ударной кавалерии, да и как бы смысла бы не было. Потому что все-таки ударный кавалерист лучше сражаться таким образом, то бишь совершать натиски, потом снова отходить. И дать поселение Тептонского ордена сейчас мне не подвластно. Отправляем в нашу элиту. Также с бердышами топор, вами двуручными. Пускай ребята продолжают топить по ним. Ученики вообще как там? Справляетесь? Неплохо так фрага набивают. Прям очень неплохо. Рыцари наши бегут, к сожалению, отступают. Хорошо, я пока вас тоже уведу. Все свои силы сюда перетяну. Пускай отступают. Ну вот, кстати, здесь мы рыцари так и не добили. Жесть. Сколько они забрали, интересно? Двух человек. А вот эти вот пацаны с бердышами, они вообще как нифиг делать разломали. Блин, жесть. Пехота у Тептонцев, конечно, что-то. И с ними воевать явно не стоит. Наши тяжелые топорники врываются к противнику сейчас. Это топорники. Так, цемер. Тяжелые топорники врываются в бой. Успевают кого-то забрать по возможности. Просто посмотрите, какая грибаная жесть. Это вообще что-то. Просто огромнейшее количество трупов Тептонских рыцарей. Ну, как и наши пехоты. Здесь вообще жесть. Ну, короче, мне нравится. Это безумие, это кровь. Просто жесть. Также, короче, рыцарь Косноса сейчас тоже врываться успевает. Натиск вообще никакой. Пехоту, кстати, вражескую мы уделали. Осталось лишь положить конец рыцарям Косноса. И все у нас будет щики-пуки. Наша кавалерия отступила. У нашего полководца также нет навыков никаких совершенно. Лучники, лучники, лучники. Дайте залпы лучше по арбалетчикам. Чего-то вы слишком далеко поднялись. Высоко слишком поднялись. Я вас уважаю обратно вниз. Топорники пуска продолжают сражаться. Эти пацаны, им очень плохо против арбалетчиков. Очень быстро их раздавливают. Несмотря на то, что они довольно бронированные все-таки. Тяжелые топорники. Но все-таки у них очень плохой шанс защиты стрелков. И мы можем наглядно просто увидеть, что арбалетчиков по 124 фрага. Тут у них, значит, 19. Ну, тут понятное дело. Ладно, сейчас будем врываться, видимо, по центру. Освободим здесь путь. Очистим путь нашей пехотой. Да, но боевка здесь... А, давай. Серьезно. Выглядит все настолько эпично, если не продеваться к остальным мелочам. Проблема-то здоровая. Арбалетчики уже совсем попутали, я смотрю. Начинают врываться. Видимо, боезапас просто кончился. Ну ладно. Хорошо. А вот и пацаны с бердышами. Вот тут уже начинаются проблемы. Также пойдет врыв еще с другой стороны. Так, мне нужна в срочном порядке здесь кавалерия. Нашу пехоту сейчас просто здесь уничтожит. Ну что же, пехота моя. Нашим полковцам пускай начинают врываться. Я вот, кстати, вражеского полковца так у него видел. Видимо, по центру стоит. Изначально. Где-то всю нашу армию тупо разнесли в плочи. Я просто охренел. Серьезно. Вот, кстати, что мне понравилось, так это то, что полководец имеет обычных кандальных рыцарей, то бишь, чисто с Геральдикой и Кольчугой, не имея лад вообще ничего. Ну, как-то просто, знаете, удар... Средняя ударная конница, да? Не тяжелая, хотя я думаю, что полководцам как раз-таки свойственны тяжелые ударные кавалерия, нежели средние. А вот тяжелая кавалерия. Хорошо, врываемся в бердыши. Натиск просто шикарен. Можно было сейчас заметить. Наша кавалерия ворвалась. Отправляем всех в бой. Предлагаю отправить также в бой и лучников. Вот, кстати, мечников мы сейчас одним просто ударом уничтожили. Сколько здесь трупов. Крыцарь, крестоносцы, мне сейчас заплакать. Хочется. Просто, знаете, у меня одно время вот такая тема была. Мелким был, когда были, короче, кидр-сюрпризы там с этими... С рыцарями тевтонскими, короче, и... с новгородскими. Все-таки была тема, сами знаете, до побоища там, сука, летко исполнилось оно в то время. В общем, я не помню. И тогда, значит, в моде было собирать как раз-таки эти вот модельки. Это круто было. Так, все, лучники тоже впрягаются в бой. А вот и вражеский полководец. Что странно, у него копейщики. Ну, это по части и правильно. У нас одна кавалерия с лучниками остались. И немного пехоты буквально здесь. Парапрадок. У нас было практически равное количество. Так, ребят, перетягивайтесь. К нам заходят с тыла и просто сейчас нас уничтожат. Это жесть, конечно. Я вам не демонстрирую скилл, я вам демонстрирую именно геймплей данных раций. Если мне нужно было, я бы его продемонстрировал. Нормально как-то получается, а не то, что вы сейчас видите. Просто, когда видишь такое, ты немного понимаешь, что что-то пошло не так. Явно. Героическое поражение. Серьезно. Ладно, друзья мои. В общем, как-то на этом у нас заканчивается обзор фракции Польша в данном дополнении. Модификация, извиняюсь, из мастерской Стима. В общем, как вы понимаете, ссылочку на модификацию вставлю в описании. И как раз-таки голосование у нас висит в подсказке. Кликайте на этот вопросик в кругляшочке. Кликайте за какую-либо фракцию, чтобы проголосовать. И посмотрим, что у нас от этого вышло. Ну и не забывайте писать комментарии. На этом все. С вами был Артур. Увидимся на новых встреч. Пока-пока. Удачи вам.